Здарова, чуваки! С вами Александр Дегтярёв, а это новый выпуск передачи Rock News. И я прислушался к вашим комментариям под прошлым роликом, и теперь рубрика «Ответы на ваши вопросы» будет в самом конце передачи. Начинаем! Хочу познакомить вас с гитаристом-семиструйчиком, который играет очень крутую и зажигательную инструментальную музыку в стиле электророк. Совсем недавно музыкант Ким Павел запустил свой канал, где он показывает жизнь креативных людей, рассказывает про музыкальную деятельность, ну и конечно же играет на своей семиструнной гитаре. А прямо сейчас парень разыгрывает одну из своих гитар и бонез, и чтобы её выиграть, нужно всего лишь подписаться на его канал по ссылке в описании, и придумать интересное и яркое название для канала, и указать его в комментарии под его роликом. Дерзайте! Ну что, ребята, с Рождеством поговорим о группе «Батюшка». Тот, кто бывал на моих стримах, знает, что я очень люблю этот таинственный коллектив. Даже существует такая традиция в конце каждой трансляции включать выступления группы «Батюшка» и заодно друг с другом прощаться. Лично я не очень увлекаюсь блэк-металом, конечно, я слушаю тех же Бегемот или Диму Боргер, но многие скажут, что это совершенно коммерческий блэк и совсем не тру. Другое дело «Батюшка». Да, это загадочная атмосфера, безымянные монахи, которые скрывают свои лица, подобие иконостаса на сцене, высокая подставка аналой и другие атрибуты православия. И всё это под жёсткий мрачный блэк-метал. Не хватает слов, чтобы описать все чувства, которые вызывает группа «Батюшка». Зато чувства «сами знаете кого» пренепременно оскорбляются при виде всего этого антуража. Уверен, что отмены концертов были просто неизбежны, что в итоге и случилось в России и Белоруссии. Мы собрались сегодня, чтобы проконтролировать отмену богомерзкой, сатанинской, польской группы под названием «Батюшка», которая хотела совершить духовный теракт в самой столице нашей Родины, которую хотела провести здесь сатанинское сборище. Но это сыграло с православными активистами злую шутку. Популярность коллектива тут же взлетела до небес, и группа «Батюшка» стала желанным участником многих европейских фестивалей. Казалось бы, круто! Вот она популярность! Куйте пока горячо! Но, увы. Еще в декабре прошлого года с группой «Батюшка» начало происходить что-то странное. Было заявлено, что концерты 14, 15 и 16 декабря – самые последние концерты в поддержку альбома «Литургия». А задолго до этого появилась информация, что после этих трех шоу группа прекратит свое существование или вернется с новым музыкальным проектом. А еще позже стало известно, что вокалист группы «Варфоломей» покидает коллектив. Но на официальном сайте и других официальных социальных сетях об этом не было ни слова. Более того, начинали появляться все новые и новые даты концертов. Как к этому относиться, я не знал. И вдруг 30 декабря на ютубе появляется ролик, который записал Христофор, гитарист и композитор группы, в котором он рассказывает о том, что потерял контроль над всеми официальными ресурсами, и что это видео – это единственная возможность рассказать всю правду. В видео Христофор рассказывает, что «Варфоломей» силой и обманом забирает у него его же группу, собирает новый состав и планирует новые выступления. Вот это рокировочка! Выходит, что выгнали не вокалиста, а гитариста и создателя коллектива. Несправедливость! Первое, что может прийти на ум после просмотра такого видеообращения, согласитесь. Так думал и я. Ничего себе! Человек утверждает, что создал группу, написал музыку и тексты, придумал названия группы, нарисовал обложку альбома и создал визуальный образ, схожий с монахами. А его взяли и выкинули за борт. На протяжении нескольких дней после просмотра этого видео я пытался связаться с Христофором. Но он либо игнорировал меня, либо отвечал не на те вопросы, которые мне были интересны. И я решил не трогать человека. Тем более, что в видеообращении он говорит, что его адвокат советует больше ничего не рассказывать. Казалось бы, все ясно. Нехороший вокалист с говорящей фамилией Крысюк обокрал и обманул бедного поэта. Но на тот момент мы знали историю лишь с одной стороны. Да, Варфоломей тоже дал интервью. И основная мысль выглядит так. Да, Христофор талантливый парень, но за все платил я, цитата, «Я главный инвестор группы, ответственный за внешнее видение команды. Вся одежда, дизайн, а также оборудование – это моя собственность. Все это было приобретено мной на мои личные деньги». Также он рассказал, что вся организация лежала на нем. Оплата музыкантов, репетиций и вообще всего, что связано с группой. А Христофор, по его словам, придумал лишь гитарные партии и не хотел вкладывать в группу ни копейки, желая лишь получать гонорары. Кроме того, Крысюк рассказал, что Христофор был очень странным и ненадежным человеком, постоянно куда-то пропадал и не отвечал на телефон. И даже никаких контрактов Христофор не хотел подписывать, чем и занялся Варфоломей. Поэтому по закону все права на группу «Батюшка» принадлежат ему. Вот такая, блин, рождественская история. А как все хорошо начиналось. Дебютный альбом произвел эффект разорвавшейся бомбы на андеграундной блэк-метал сцене. Мировой тур в поддержку этого альбома растянулся на целых три года и охватил четыре континента. Музыканты дали 165 концертов, провели 9 туров, посетили 41 фестиваль и побывали в 50 странах. Но из-за денег и разногласий вся таинственность пропала вмиг, лопнула как мыльный пузырь. Кому верить в этой ситуации, я не знаю. С одной стороны стоит талант и искусство, а с другой финансы и расчет, без которого это искусство не будет услышано. А как считаете вы? Кто прав? Кто виноват? Пишите свои мысли в комментариях. Будем вместе ждать развязки этой неприятной ситуации. Лично я считаю, что виноваты оба. Другого вывода я не могу сделать. Но все же надеюсь, что группа сможет переродиться. Правда, относиться к ней я уже буду совсем по-другому. А сейчас рубрика коротких новостей, после которой будет еще рубрика о молодых рок-коллективах и ответы на ваши вопросы. Так что не расслабляйтесь. Bring Me The Horizon выпустили клип на новый сингл, песня с которого войдет в предстоящий альбом, выходящий уже в конце января. И сказать, что я разочарован, это ничего не сказать. Bring Me окончательно опопсились. Просто окончательно. В новой песне гитары спрятаны так тщательно, что их и вовсе не слышно. Слащавый вокал и безвкусный резиновый клип с наркоманским бредом. Оливер Сайкс, видимо, так сильно избегает экстремального вокала, в который уже не может, что получается не то, чтобы не метал-группа, а даже не рок. Просто безвкусная попса. Да уж, достали горизонт. А вот кто радует уже второй новой песней, так это немцы Умф, в которой опубликовали новый клип. Да, видеоряд получился довольно простым, но явно со вкусом. Да и песня в лучших традициях группы. А это самое главное. Шведский мелодик-модерн-металисты Soil Work выпустили новый альбом. Пластинка крепкая и добротная. Однозначно стоит вашего внимания. Пионеры отечественного блэк-металла, группа Satarial, музыка которых выбрала в себя смесь блэк-металла с пеган, викинг, фолк и селтик-металом, выпустили новый видеоклип, который снят на капищах рогатого бога в Англии и Польше, а досъемки происходили в Карелии. Однозначно советую заценить любителям темного искусства. Тем более, что это одни из самых скандальных российских музыкантов, которых обвиняли и в ритуальных убийствах, и запрещали их концерты, и даже брали под стражу. В общем, оставлю на них ссылочку в описании. Таких ребят нужно знать и ценить. Немецкие индастриал-металисты Рамштайн завершили работу над своим долгожданным альбомом, который должен выйти уже в апреле этого года. Пока еще не получивший название альбом, выйдет перед самым началом первого в истории группы европейского стадионного тура, который стартует 27 мая в Германии и завершится 23 августа в Австрии. Также с двумя концертами немцы посетят Россию, а еще гитарист группы Рихард Круз П сообщил, что на песне нового альбома будет снято целых 5 клипов. Отлично! Будет на что снять реакции. Ну а то, что альбом может выйти уже через 3 месяца, просто не укладывается в голове. Жду с нетерпением. Джон Файв, который входит в нынешний состав группы Роб Зомби, а также известный своим участием в группе Мэрилин Мэнсон, выпустил новое 8-минутное видео своего сольного проекта, который так и называется Джон Файв. Больше всего по стилю клип похож на хэллоуиновскую серию Скуби-Ду. Само видео представляет из себя рисованную юмористическую хоррор-историю с сюжетом и новой инструментальной песней Джона. По поводу песни скажу, что соль на Джон Файв меня практически не цепляет, но в составах вышеперечисленных коллективов этот гитарист делает вещи как надо. В общем, строго на любителя. Идем дальше. Легендарный гитарист Куин Брайан Мэй впервые за последние 20 лет представил сольный сингл и клип на него, который посвящен одноименной миссии НАСА. Однозначно стоит внимания любителей классического рока. Белорусская Metalcore, мелодик Metalcore группа Awakening Our Memories выпустила новый сингл, который войдет в предстоящий альбом. Вы спросите, как я узнаю о подобном андеграунде? А дело в том, что эту группу посоветовал мне мой подписчик из Минска, которому я очень благодарен, так как группа интересная. Тем более, что про белорусскую сцену мы знаем так мало. Ссылку оставляю. Представители группы Nirvana предъявили иск к знаменитому американскому модельеру Марку Джейкобсу. Причина будущего судебного разбирательства – кража фирменного логотипа группы со смайлом. Представители Nirvana назвали коллекцию вопиющим грабежом и указали, что группа владеет правами на схожий логотип аж с 1992 года. В иске, кроме того, сказано, что Nirvana считается одним из основателей музыкального стиля гранж. Поэтому даже само название коллекции отсылает к группе. Коллекция, к слову, называется «Bootleg Redux Grunge». На данный момент представители бренда отказываются отвечать на вопросы. Оудскульные американские хардкорщики Suicidal Tendencies выпустили новый клип. Я люблю эту группу и рад, что чуваки не изменяют своему стилю и продолжают рубить забойный музон. Отечественные хэви-металисты Arteria выпустили новый альбом. Скажу так, гораздо лучше последнего альбома Арии. Группа Powerwolf опубликовала видеоклип, в котором поздряла всех с наступившим Новым Годом и рассказала о том, как для них прошел год ушедший. Видео содержит интересные кадры с концертов, закулиски и много другого фан-сервиса. Превосходное, душевное видео под прекрасную песню. Культовые американские глэмеры Kiss выпустили новое концертное видео, которое показывает, что старые кони еще ох как могут. Группа Коррозия металла выпустила новую песню под названием «Новогодняя застольная». Слушайте на свой страх и риск. Например, песня, мягко сказать, специфичная, например. Дед Мороз из зана, бчит во весь опор, лучшие подарки, рубанок и топор. Хелл Е опубликовали новый видеотизер к предстоящему альбому. Он должен стать последним релизом для группы с барабанщиком Винни Полом Эбботом, который умер в июне 2018-го. Незадолго до смерти Винни успел записать барабанные партии для этого диска. Жду с нетерпением. Еще 30 октября российская экстрим-метал-банда Splatter Arms выпустила этот сингл, но только сейчас я узнал о нем. И считаю, что новость все еще актуальна, так как эта песня войдет в дебютный EP коллектива, выход которого намечен уже на этот год. Советую ознакомиться с музыкой этих металлистов по ссылке в описании. В последние дни ушедшего года шведские хэви-металисты Ghost выпустили новое видео, о котором я не мог не упомянуть. Тем более, что группа очень достойная. Веселые московские пираты Кровавый Риф выпустили новогодний клип. И так как в России новогодние праздники идут достаточно долго, то это видео будет идеально к месту. Так что всех с Новым Годом! Ссылка на клип в описании. Фронтмен Слепнот Кори Тейлор опубликовал снимок новой маски, ну так, частично, который он будет носить на протяжении всего тура в поддержку следующей студийного альбома группы. Он подписал фото маски так, скоро. С интересом жду фотосессии в новых масках, а лучше сразу клип. Кстати, в декабре Слепы выпустили короткий ролик на песню All Out Life, на которой был снят крайний клип. Тут же мы видим кадры с репетиции. Российские хоррор-металисты Scrooze выпустили дебютный EP. Да, это те самые чуваки, о которых я рассказывал в топе страшных рок-групп из России. Это не реклама, ребята мне действительно нравятся. Ссылку на них оставлю в описании. И в конце рубрики немного грустных новостей. 1 января от нас ушли сразу два хороших музыканта. Это фолк-исполнительница Пегги Янг и наш соотечественник Крис Кельми. Вечная им память. А на следующей группе хочу остановиться более подробно. Знакомьтесь, Элис Голус Ту Мазерленд. Элис Голус Ту Мазерленд это очень молодой рок-коллектив, который совсем недавно обзавелся дебютным альбомом, с которым я ознакомился благодаря ребятам, написавшим мне вконтакте. Но об этом позже. Элис Голус Ту Мазерленд или сокращенно AGTM это та группа, о которой не хочется говорить шаблонными фразами. Их музыка просто берет и проникает в тебя. А вместо тысячи слов лучше просто послушать их музыку и сразу станет ясно. Я залпом прослушал их альбом и остался крайне доволен. Даже добавил пару треков в свой плейлист, что к слову я не часто делаю. В целом это очень приятная эмоциональная пластинка с завораживающим женским вокалом. Описать стиль группы непросто. Ребята не боятся экспериментировать и делают это грамотно. Жирные гитарные рифы здесь меняются спокойной музыкой, а вокал перетекает из задорного речитатива в томные стоны. Не верите? Зацените песню Heroin. Ближе всего музыка Alice Goes to Motherland к альтернативному року и инди-року. Из зарубежных аналогов похоже на Garbage и пожалуй на Yeeyes. Конечно, львиную долю атмосферы придает харизматичная вокалистка Мария Таллер, чьи вокальные данные вызывают у меня неподдельное уважение. Ну и музыканты здесь набраны и явно не по объявлению. Ребята отлично чувствуют музыку. Плюс на пластинке присутствуют и классические инструменты, вроде пианино, что еще сильнее привносит разнообразие. Когда попадаются такие коллективы, начинаешь верить в отечественную сцену. Чувствуется, что каждая песня создана с любовью. Хорошая музыка есть. Вот только ее все сложнее и сложнее найти в терабайтах информационного потока. Благодарю Алексея Богомолова за знакомство с этим коллективом. Этот парень вместе с другими поклонниками творчества Alice Goes to Motherland решил сделать группе настоящий новогодний подарок. И это у него получилось. Ссылку на группу ищите в описании к видео. Отличная группа с настоящими преданными поклонниками. Желаю коллективу процветания и бесконечного вдохновения. А в конце передачи, как и обещал, ответы на ваши вопросы. Александр Ивантье пишет. С новым. Ну, видимо, с Новым Годом. Хотя, лучше, наверное, все-таки с новым выпуском. Потому что он мне дался очень тяжело, не поверите. Спасибо, чувак. Следующее сообщение от Металлиста. Привет, можешь что-нибудь рассказать о группе Виконт и твое отношение к ней? И есть ли в России свой аналог Слепнот? Привет, Металлист. К Виконту я отношусь достаточно предвзято. Все из-за их вокалиста, который тоже ведет YouTube канал. И, как по мне, мягко скажем, не секет в музыке. Не разбирается. Да и вообще музыка группы Виконт устарела лет так на 30. А по поводу аналогов Слепов в России, я считаю, что самые близкие ребята это все-таки Скримс, о которых я уже несколько раз вам рассказывал. Следующее сообщение от Кирилла. Привет, Сашка. Привет, Кирилл. Знаешь ли ты немецкую дарк метал группу? Ох, какое сложное название. Шварцер Энджел. Надеюсь, правильно прочитал. Если нет, то послушай и скажи о ней свое мнение. Спасибо. Ну, давайте сейчас на вот этом телевизорике рядом включим и посмотрим. По первым ощущениям достаточно сильно напоминают группу Умф, которую, кстати, я очень люблю. Правда, у этих ребят музыка более мрачная. И нужно явно получше ознакомиться с их творчеством, потому что группа явно достойная. Спасибо, чувак, за наводку. Идем дальше. Витек пишет. Привет, Санек. Привет, Витек. С наступающим тебя. Всех благ и удачи на канале. Он крутой. Спасибо, дружище. Спасибо за пожелания. Я очень рад, что вы у меня все такие позитивные. Это очень приятно. Правда, я разгребал сообщения с Новым Годом, с поздравлениями до сих пор разгребаю. Это жесть. Идем дальше. Следующее сообщение от Алексея Хромченко. Привет. Привет, Алексей. Хотелось бы услышать последние новости о группе Ноктем. Я понимаю, что можно при желании найти все в интернете, но тебя, Александр, слушать интереснее. Особенно, если ты рассказываешь о близких сердцах группах. Чувак, к сожалению, об этой группе я ничего не знаю, поэтому новостей у меня нет про нее. Единственное, что знаю я о ней, так это то, что с латинского название группы переводится как Ночь. Но если это достойный коллектив, то я возьму на заметочку. Спасибо. И последнее сообщение от чувака с ником Монастырь Богохульных Тварей. Очень знакомый ник. Я хорошо помню этого чувака на стримах. Думаю, кто бывал, тоже помнит его. Привет, что делал? Знакомое обращение. Привет. Что думаешь о таких группах? И список ниже вы видите. Послушай их, может что-то новое в выпуск попадет. Чтобы закрыть промежуток, ничего нового нет. Есть, если найти. Всем батюшка и хорошей музыки. Спасибо, дружище. Из перечисленных команд Infant Annihiliator я, конечно, знаю. Ты, кстати, заказывал, по-моему, их даже на стримах. Это вот на телеке вы видите такие веселые ребята, которые стебутся. Очень так на грани идут. А грузинскую команду я тоже знаю. Достаточно прикольная. С остальными я не знаком, увы. Но думаю, что ознакомлюсь. Спасибо, дружище. И больше активности. На этом у меня все. С вами был Александр Дегтярев. Слушайте только хорошую музыку. И задавайте свои вопросы по соке в описании. До скорых встреч. Сейчас несколько было человек, которые все-таки хотели пойти на концерт. После общения, дружеского общения, представляете, чудеса происходят. Эти несколько человек сейчас стояли с нами в храме на службе и крестились.